МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь следует отметить, Андрей, что на сегодняшний день на базе центра «Мои документы» оказывается ровно 777 услуг, которые предоставляются населению Республики Саха-Якутия. Следует обратить внимание, что во исполнение плана мероприятий, который был утвержден правительством Российской Федерации в связи с принятием антикоррупционной политики, Федеральная кадастровая палата, это полномочный орган, который принимает заявления по услугам Росреестра, прекратил свою деятельность по приему населения 27 декабря 2017 года. Таким образом, поток заявителей переориентирован в подразделение многофункционального центра на территории Республики Саха-Якутия. И, как показывают первые дни работы, поток у нас увеличился в два раза. Это, в принципе, было ожидаемо, в связи с чем был расширен штат многофункционального центра. В текущем году мы планируем в городе Якутске организовать новое подразделение на 27 окон. Ну а как временное решение, мы с Росреестром организовали 13 окон приема непосредственно в помещении, в котором раньше население обращалось, которое расположено по адресу город Якутск, улица Ярславского, 37. Вы упомянули цифру более 700 услуг с лишним. Сколько было до этого момента услуг предоставлялось? Насколько, проще говоря, увеличилось? Количество услуг у нас ежегодно увеличивается. Если говорить про услуги Росреестра, то они остались в том же объеме. Просто альтернативы у заявителя теперь нет. Раньше он мог обратиться напрямую в кадастровую палату, либо в МФЦ, то у него остается только один вариант, как обратиться в МФЦ. Количество услуг у нас увеличивается. Если, к примеру, взять в апреле 2010 года, когда многофункциональный центр впервые открыл свои двери, предоставлялось 39 услуг. То есть каждым годом у нас, понимая то, что многофункциональный центр призван обеспечить качество, открытость и доступность населению при предоставлении тех или иных услуг, мы внедряем в теле новые услуги для того, чтобы человеку было комфортно, удобно обратиться за одной услугой по принципу одного окна. Не привели ли вот эти изменения, связанные по большей степени с кадастровой палатой, к увеличению ожидания в очереди? Ну, есть такая тенденция, не скрою, есть такая тенденция на сегодняшний день, но мы работаем над этим. Мы актуализируем свои бизнес-процессы, совершенствуем технологию работы, то есть совершенствуем порядок, который оказывается. Сколько по времени придется сейчас потратить? Я не могу точно сейчас сказать, почему? Потому что мы еженедельно ведем мониторинг, и точные цифры мы можем сказать только по итогам января. Хорошо. А вот какие новшества будут внедрены, скажем так, при предоставлении услуг в центре моей документы в будущем уже? Ну, в соответствии с требованиями правительства Российской Федерации, в феврале текущего года будет организована услуга по выдаче заграничного паспорта нового образца. Оно будет реализовано только в городе Якутске. Требования есть именно по организации этой услуги к численности населения. Очень умно организуем эту услугу в городе Ньюрингри. Следует обратить внимание, что в связи с проведением выборов президента Российской Федерации с 31 января по 12 марта текущего года гражданин-избиратель может обратиться в многофункциональный центр с заявлением о включении в список избирателей, если он будет находиться на момент проведения выборов не по месту регистрации. Такая же возможность у заявителя будет через портал госуслуг. То есть он может иметь право подать соответствующее заявление через портал государственных услуг, что, безусловно, будет очень удобно для заявителя. Ария Ильинична, то есть, опять же, стоит ожидать увеличения потока населения. То есть это непосредственно связано с выборами. Это, получается, временная процедура. Это, безусловно, временная процедура. Сама услуга очень легкая, она очень быстрая, так как там буквально необходимо заполнить заявление и откопировать копию паспорта. Все. Сама сеть центров вообще предоставлена во многих административных центрах республики. Но как все-таки обстоят дела с услугами оказания населения в сельских населенных пунктах? Совершенно верно. На сегодняшний день у нас 43 подразделения в целом по республике Саха-Якутия. Мы представлены во всех административных центрах районов республики. В соответствии с требованиями правил об организации деятельности многофункциональных центров мы ежедневно выезжаем в сельские населенные пункты, где численность населения составляет больше тысячи человек. В те населенные пункты, где численность менее тысячи человек, мы выезжаем, исходя из сезонных и логистических особенностей по установленному графику. График для сведения для населения у нас представлен на нашем сайте. Любой желающий может ознакомиться с ним. Мы проводим информирование с помощью органов местного самоуправления, непосредственно администрации, в части того, что население знало, когда приедет наши сотрудники, будут оказывать прием, выдачу по тем или иным услугам. Помимо этого, здесь следует обратить внимание, что нам колоссальную помощь при выездах в сельские населенные пункты оказывают, конечно, главы муниципальных образований, за что мы очень благодарны. Тем самым, за 2017 год мы ощутили более 4 тысяч выездов и обслужили более 30 тысяч человек. То есть мы прекрасно понимаем, что от оказания услуг, государственных или муниципальных, напрямую зависит качество жизни человека. Как быть человеку, если возникла такая ситуация, когда ему экстренно нужно воспользоваться той или иной услугой, а выезд запланирован на время чуть позже? Для этих целей создан портал государственных услуг, где услуги оказываются в электронном виде. То есть в любое время дня и суток человек, который заинтересован в получении той или иной услуги, он может, если, конечно, у него подтвержденная учетная запись, подать соответствующее заявление через электронный сервис. Для сегодня нужно тут сказать, что органы местного самоуправления республики также являются центрами обслуживания по подтверждению учетной записи. То есть если гражданин не имеет такой возможности, он может обратиться в органы местного самоуправления для регистрации и, соответственно, подтверждения учетной записи для получения услуг в электронном виде. Для того, чтобы тот или иной населенный пункт попал в число тех, которые вы посетите, что нужно сделать? Главы, получается, подают заявки предварительно, да? У нас с каждым муниципалитетом заключено соглашение. Буквально необходимо позвонить нашим сотрудникам, которые представлены в районах, ну и организовать непосредственно сам выезд. При первой же возможности наши сотрудники выезжают в сельские поселения. Если говорить о периодичности этих выездов, это опять же зависит от населения? Все зависит от сезонных характеристик, от логистики населенных пунктов. Если есть возможность, мы выезжаем. Мария Ильинична, ну помимо получения государственных и муниципальных услуг, по каким вопросам можно еще обратиться в МФЦ? Ну, в центре моей документы организована бесплатная юридическая помощь. Она предоставляется социально незащищенным слоям населения. Есть определенный перечень лиц, которыми предоставляется. Это, безусловно, инвалиды, это многодетные семьи, это коренные народы Севера, ветераны войны, ветераны тыла. Им в рамках бесплатной юридической помощи оказывается правовая консультация по всем видам услуг, по всем видам направлений. Готовятся исковые заявления, претензии при необходимости. Составляются договора, сделки. В общем, весь комплекс услуг, который связан с бесплатной юридической помощью, он оказывается этим гражданам. Наверняка данный вид услуги пользуется наибольшей популярностью у населения. Ну, среди... По итогам 2017 года мы оказали бесплатную юридическую помощь чуть более 5200 заявителей граждан. Да, она популярна. Вот сеть центра «Мои документы» — это больше ориентированная на услуги для граждан. Рейтинг субъектов Российской Федерации составляется, исходя из качества оказания тех или иных услуг, да? И услуг для бизнеса как вообще обстоят в вашем центре дела в данном направлении? Ну, вот как раз 15 декабря 2017 года мы открыли три дополнительных окна, ориентированных именно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Он открыт по адресу проспект Ленина-1, первый этаж. Это помещение «Алмаз-Аргенбанка», где любой представитель бизнеса может получить ту или иную государственную услугу, а также сопутствующую услугу. Например, информацию по мерам господдержки, по закупкам, по инвестиционным проектам. То есть весь комплекс услуг, который ориентирован именно для субъекта бизнеса, он представлен как раз у нас в нашем подразделении. Помимо этого, нужно обратить внимание, что в Центре развития бизнеса Сбербанка в городе Якутске по улице Кирова, 29, также с 2015 года у нас организовано одно окно для предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Наши власти все активнее и активнее призывают граждан воспользоваться услугами в виде электронных. Насколько народ активно принимает участие в оказании услуг в электронном формате? Увеличился ли документ оборот? Здесь следует обратить внимание, что действительно электронные услуги имеют ряд преимуществ в получении в бумажном варианте. Во-первых, это сроки оказания услуг. Если на бумаге услуга оказывается 30 дней, то электронная она может оказываться в два раза меньше. Вторым преимуществом получения услуг в электронном виде является то, что предоставляется скидка на оплату госпошлины на 30%. Безусловно, сейчас население у нас очень активно пользуется электронными услугами с учетом этих преимуществ. Ну и поток увеличился. К слову, здесь следует отметить, что во всех наших подразделениях организованы рабочие места для самостоятельных рабочих места. Для того, чтобы заявитель, который не имеет соответствующего оборудования и у которого нет доступа к интернету, он может подать соответствующее заявление через эти места, которые организованы на базе Центра Мои Документы. Следует обратить внимание, что все центры Мои Документы являются центрами обслуживания. Они подтверждают учетную запись к порталу госуслуг. Эта учетная запись также подходит к оригинальному порталу госуслуг. Ну и другим сервисам, как Дом онлайн, как ЕР-14. Это вот запись к врачам, да, сервисам. И тем самым население может к нам обратиться по подтверждению учетной записи при получении услуг в электронной меди. Уже в ближайшее время, начиная с 2016 года, у вас стартуют курсы компьютерной грамотности. Кто их будет посещать, кто будет проводить? Ну, здесь чуток поправлю. Компьютерные курсы действительно у нас проводятся с 2016 года. Проводят их наши коллеги. Мы обучаем население, как пользоваться самим компьютером, Word, Excel, как получать услуги в электронном виде, что такое портал госуслуг, что такое оригинальный портал госуслуг. То есть даем понять человеку все преимущества получения услуг в электронном виде. Мария Ельинична, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Удачного вам дня и до встречи в эфире. До свидания.